Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, выкатываем Скорпиона Джи из ангара для того, чтобы посмотреть, чего он стоит. Его сейчас выставили на продажу отдельно от набора за 8500 голды и я лично считаю, что это для данной ПТХ дороговато. Да, это восьмерка, но очень сложно реализуемая большинством игроков, потому что крайне слабо живучая. Ну а в составе набора вы можете приобрести ее вместе с КПЗ-70. Своё мнение по поводу данного набора я уже высказал, в том числе и показал КПЗ-70 в реальном рандомном бою. Ссылочка вот, переходите, посмотрите, плюс обязательно добавлю в описании. Если вас интересует абсолютно честный обзор на Скорпиона Джи в стиле моего канала, с заценом брони, которой здесь нет, с сравнением с другими машинами на восьмом уровне, коих там огромное количество, то обязательно переходите по ссылочке, которую я внизу добавил. Ну а плюс к тому, ребят, если вы за честность и не первый раз смотрите мой канал и вам нравится мой контент, но смотрите без подписки, оформите подписочку, пожалуйста, прямо сейчас, просто нажав на шильдик в правом нижнем углу в один клик и поддержите таким образом развитием канала. Чем больше подписчиков и постоянных зрителей, тем лучше YouTube предлагает мой контент все новым и новым зрителям. Ну что, друзья, давайте будем кратенько обсуждать Скорпиона Джи. Как я сказал, брони абсолютно нет, там заценивать в принципе нечего, а вот славится Скорпион Джи несколькими вещами. Первое, у него полностью по кругу поворачивающаяся рубка, это действительно очень удобно, и у него крайне жалющее, как для Скорпиона, орудие. 460 единиц альфы на восьмом уровне, это действительно очень хорошая цифра. Если вы будете закидывать осколочно-фугасные, вам повезет пробить кого-нибудь, у кого броня меньше 65 миллиметров, кого-нибудь в корму или в борта по каким-нибудь легким танкам, то накинете целых 600 единиц. Опять-таки, крайне-крайне конски огромный показатель на своем восьмом уровне. При этом, перезаряжается орудие неполных 10 секунд, что в целом тоже комфортно, и имеет довольно-таки высокий ДПМ, 2800 единиц, с учетом установленного оборудования и амуниции. Время сведения приятное, разброс тоже, я бы сказал, великолепный, меньше 0,3. Угол склонения орудия вниз минус 6, но это только стоя прямо. На борт склоняется немножко больше. Ну и вот, в принципе, все технические характеристики, которые можно обсудить стоя просто в ангаре. Ну а что машина собой представляет в реальном бою, сейчас попытаемся заценить. Ну что, поехали! Первое, что хочется сказать про Scorpion G, что это просто безумный картон. Это даже не картон, а, как я люблю говорить, папье-машеи с мокрой туалетной бумаги, которую проковырять можно всем чем угодно. Даже если ты вдруг в него плюнешь, то не исключено, что подорвешь ему БК. Во всем же остальном машина довольно неплохая. Именно вот эта картонность и слабая живучесть в первую очередь не подходит большинству игроков. Именно поэтому большинству игроков Scorpion G не нравится. Но в целом, если все-таки научиться играть на данной крайне, крайне неживучей, я бы сказал, смертной машине, потому что действительно в боях в основном смертник, то вы сможете нормально зарабатывать на данной тачке, вы сможете вывозить хорошее количество урона, но и плюс к тому вы сможете получать от него удовольствие. Не могу сказать, что я прям в восхищении от данной ПТшки. Я все-таки не люблю в нашей игре те машины, которые пускай даже потенциально очень крутые, но при этом сложно реализуемые. Мне геймплей бы попроще, так чтобы можно было спокойненько играть и не особо напрягаться, просто получая удовольствие. Так, сваливаем, меня засветили. Сейчас будут просто по-зверски меня разбирать. И как видите, сразу с меня сняли практически 500 единиц ХП. Это действительно немало, с учетом того, что на своем восьмом уровне у Скорпиона G запас прочности, я бы сказал, всего лишь 1200, особенно принимая во внимание всю его, как я уже сказал, картонность и слабую живучесть. Также стоит отметить, что у Скорпиона G довольно-таки неплохая подвижность. Это что-то типа такого себе Супер Хеллкета, только на восьмом уровне. И, возможно, все-таки им кто-то поправит меня и скажется, что Супер Хеллкет передвигается по карте быстрее, чем Скорпиона G. Я с этим соглашусь, безусловно. Но ощущения вот приблизительно такие же. Ты действительно очень быстро можешь перекинуться с одного направления на другое, свалить, когда тебе это необходимо. Ну и приехать туда, где ты действительно необходим своей команде. Стоит также отметить, как минус машины, то, что у нее очень высокие силуэты. Вот эта рубка, которая заканчивается гораздо выше, чем заканчивается орудие, она действительно постоянно подставляет тебя. То есть, как бы ты хорошо не прятался, как бы ты не пытался отыграть от какой-то неровности, все равно получается так, что тебя выцеливают и пробивают. Причем с учетом того, что, как я уже сказал, брони здесь нет, неприведенной, необычной, то в целом на данной машине, играя, соперники в тебя даже не прицеливаются особо. Они просто направляют на тебя орудие и даже без полного сведения кидают в тебя, потому что понимают, что главное, чтобы просто прилетело в твой силуэт. И вот если в силуэт тебе прилетает, то, соответственно, они тебе делают ваву, ну а ты периодически подтираешь сопельки и уходишь в ангар, потому что если вдруг в этого товарища еще и фугас прилетает, ну тогда уж совсем, ребят, глына. Просто собираем манатки и в сторону ангара отдыхать. Ну а так, в целом, если не стоять на месте весь бой и перекатываться с позиции на позицию, то вы можете набрасывать очень-очень неплохой урон, чем приближаете победу своей команды. Плюс к тому, ребят, с учетом того, что орудие довольно альфовое, вы можете добирать недобитков. Если вы видите перед собой кого-нибудь, у кого запас прочности менее 420 хп, то будьте уверены в том, что вы отправляете его выстрелом в ангар. 2000 единиц урона. При этом, ребят, мы получаем с вами 64 тысячи в отношении серебра по фарму. И при этом всем, ребят, эта цифра у нас с учетом активированного прем-аккаунта. Если бы прем-аккаунта не было, то мы бы забрали 40 тысяч с чистоганом. И, по-моему, результат довольно неплохой. Что касается моего настрела, если сравнивать машину с другими в команде, то, как вы видите, я бы сказал, гордое первое место. Хвалим наших товарищей-союзников. Ну и, соответственно, ребят, я думаю, что имеет смысл взять Скорпиона Джин еще в одну катку, для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою играется машина. В целом, забегая наперед, скажу откровенно, машина играется довольно ровно. Главное, чтобы вы себя от боя к бою вели одинаково. И не рвались куда-нибудь на передовую кого-то разбирать. А то разберут вас. Ну что, поехали. Итак, второй наш бой. Сейчас посмотрим, кто куда поедет. Я подожду, пока кого-то где-то подсветят. Ну а потом уже буду принимать решение, куда мне подтягиваться и чем там заниматься. Против тяжей я не поеду, потому что мне противопоставить просто нечего. Да и плюс к тому, ребята, поехали на левый фланг. С учетом того, что один тяж в виде Эмиля 1951 откололся и поехал направо. Ну а эти двое героев поехали встречать три тяжа, скорее всего. Если тяжи, все-таки туда поехали, имея численное превосходство. Что касается игры на данной машине на дальних расстояниях. Ну вот сейчас попытаемся подъехать чуть поближе. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Можно было, конечно, немножечко раньше стартануть на это направление. И очутиться здесь немножечко пораньше. Ну вот как сложилось, так сложилось. Так, Чифтейн. Ну вот на нем покажем. Точность очень хорошая. Это при том, что сейчас я не дал полного сведения. А если даете полное сведение, которое, кстати, ребят, как вы видите, довольно-таки приятное по времени, то вы можете, ребят, выцеливать серые зоны у танков даже на очень дальних расстояниях. Орудие действительно очень хорошее. И Скорпион в очередной раз подтвердит свое имя. Он действительно очень больно жалит и делает крайне неприятно соперникам. В то же время стоит отметить, что это единственные плюсы, которые в нем есть. Далеко не каждому игроку подойдет именно эта ПТшка. Потому что далеко не каждый игрок сможет справиться с его, ну вот этой вот, словно известной картонностью. Во всем же остальном, машинка очень приятная. Попытэшить на ней, поиграть в снайпера у вас будет получаться. Сейчас я больше дал маху, нежели Скорпион подкачал. В целом машина не подкачивает абсолютно. При этом всем стоит отметить, что на данной машине накидать большое количество урона и занимать первые места в команде по результативности в этом отношении, на Скорпионе, ну в край просто, прям совсем. Делаете буквально пару выстрелов и вы уже в топ-3. Делаете еще дополнительных 1-2, причем здесь приятное время перезарядки и долго времени это не занимает, и вот вы уже лидер в списке. Ну и соответственно, ребят, если вы будете умело играть на данной машине, то хороший процент по победам вам также обеспечен. Доберем? Да понятное дело, что доберем, это все-таки Скорпион. Не то, чтобы я его расхваливал, не то, чтобы я говорил, что это прям имба-имбовая, это мастхэв в ангаре каждого танкиста. Далеко не каждого, и уж тем более не начинающих, но в целом, ребят, ПТХ действительно приятное. И это стоит отметить. И в последнее время, на удивление, Скорпион G начал играться как-то немножко по-другому. У меня порой складывается впечатление, что его разработчики втихую где-то в чем-то апнули. Они как-то дали ему возможность, ну, не то, чтобы лучше выживать, а больше шансов на выживание. Очень часто бывает такое, что по тебе не попадают. Очень часто бывает такое, что с фугаса заходит не весь урон. Ну, в общем, он как-то стал играться немножко по-другому. Хотя сам Скорпион G, он не прощает ваших ошибок абсолютно. Потому что как только вы ошиблись, в ответ вы получаете довольно-таки не кисло урона. Что касается результативности. В данном бою 2500 единиц нанесенного урона, 2 сделанных фрага. Что касается результативности по фарму, то 70 тысяч с учетом прем-аккаунта и 45 тысяч без учета прем-аккаунта. Я считаю, что довольно неплохой заработок. И машина действительно фармищая. Главное, чтобы вы могли обеспечить ей реализацию всех ее возможностей практически в каждом бою. Держитесь подальше от соперников, настреливайте по засветам союзников и будет вам счастье. Первое место в команде по урону в очередной раз. Это то, о чем я говорил, ребят. На ней набивать себе первое место в команде по урону не составляет практически никакого труда. Если вы не будете на первой линии или даже желательно на второй. Ну, вот такая вот ПТ-шка. Действительно для ПТ-водов. Хорошая машина, но не без изъянов. Это мое честное мнение по поводу Скорпиона G. Покупать или не покупать, решать вам. Мое мнение, что в составе набора, ребят, если оценивать КПЗ-70 в 10 тысяч, то за 5,5 Скорпиона G в легендарном внешнем виде и 20X5, по-моему, очень даже круто. Да, и плюс к тому еще и 2 миллиона серебром сэкономите на открытом оборудовании. Ну, а покупать ли за 8,5 отдельно в голом состоянии? Я бы не рекомендовал, потому что 8,5, безусловно, эта машина не стоит. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы, если за честность, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. До встречи на вечернем стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...